Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. В Уральске в стенах за КГУ имени Мохаммеда Утемисова прошел научно-практический форум «Мохаммедовские чтения», который в нашем городе проходит уже восьмой год. А в нем приняли участие историки, языковеды, филологи, исследователи разных направлений, учителя городских школ, а также студенты и магистранты университета. Мохаммедовские чтения посвящены одному из видных представителей казахской поэзии первой половины XIX века – великому казахскому поэту Мохаммеду Утемисову, духовному вождю национально-освободительного движения под председательством Исатая Тайманова. Ставшее уже традиционным мероприятие в Уральске проходит уже восьмой раз. Прошедшие мохаммедовские чтения, они имели большой результат в плане выхода научных сборников. И бессказывались многие идеи, которые в последующем воплотились в определенные исследования. И самое главное, мохаммедовские чтения, они позволяют вовлекать в круг молодых исследователей. И не только преподавателей, но и магистрантов, молодых исследователей. И в этом отношении значение данного научного форума, оно многонаправлено, имеет большое значение. Для молодых исследователей Западного Казахстана мохаммедовские чтения имеют огромное значение, так как Утемисов родом с нашего региона. Также он является одним из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане в 1836-1837 годах. Участие в этой конференции для меня является очень важным, так как в этом году проходит уже восьмая конференция. Она вообще является ежегодной и является очень таким, скажем, большим толчком как для студентов, так и для магистрантов и вообще для преподавателей, так как очень многие принимают участие. Это говорит о том, что именно развивается наука, вот эта вот научная жизнь идет активно. Организаторы мероприятий уверены, что подобные мероприятия становятся неким толчком для всех исследователей в написании новых научных работ и вовлечении молодых специалистов для дальнейшего исследования. Сергей Уланов, Монарбек Кушалиф, Рустам Джумашев, ТДК-42. Восстановить пробелы в борьбе с коррупцией районным структурам необходимо до конца текущего года. Об этом сообщили сотрудники Департамента по делам государственной службы. А в Уральске состоялось заседание, в ходе которого госслужащие отчитались о проделанной работе и выявленных коррупционных фактах за текущий год, а также обсудили, какие меры необходимо принять для усиления профилактики. Стоит отметить, что, согласно данным прошлого года, Казахстан занимал 123-ю позицию в рейтинге восприятия коррупции. Мы пригласили на это мероприятие представителя районных акиматов и департаментов. Участники заседания подвели предварительные итоги за период текущего года. В результате этого был выявлен ряд коррупционных случаев. Все недостатки в работе по борьбе с коррупцией мы должны будем устранить до конца года. В Западно-Казахстанской области снизилось количество людей, страдающих заболеваниями сердца. Так, число пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в сравнении с прошлым годом сократилось в среднем на 30-40 человек. Специалисты кардиологического центра отмечают, что таких показателей удалось добиться благодаря работе в рамках государственной программы Денсаулок, утвержденной на 2015-2016 годы. За время существования программы, благодаря поддержке местного акимата, была внедрена интегрированная модель оказания неотложной медицинской помощи. Проводится обучение врачей. Поставлена задача улучшения условий транспортировки пациентов. Мы должны добиться в первую очередь улучшения качества жизни пациентов, улучшения качества оказания медицинских услуг населению. Естественно, мы должны улучшить доставку экстренных пациентов. Общественное объединение матерей детей-инвалидов «Байтирек» до сих пор не смогло освоить 10 миллионов тенге, подаренные олимпийским чемпионом по боксу Даниэром Елеусиновым. Деньги было намечено потратить на покупку тренажеров для лечения детей, страдающих ДЦП. Но по закону общественные объединения не могут оказывать медицинские услуги. Председатель общественного объединения «Байтирек» Мируэт Санкаева не скрывает своего разочарования. Активистам пришлось отказаться от уже заказанного оборудования. Которая готовилась к отправке из Германии. Женщина говорит, что причиной тому стали законодательные нормы. По предписанию прокуратуры мы не имеем права, общественная организация, заниматься лечебной физкультурой и массажом. Для нас, конечно, было очень так неожиданным, что помимо массажа запрещается и делать лечебную физкультуру. Потому что мы практически этим и занимаемся. По этому вопросу я 25 ноября была и у министра на приеме социальной защиты и здравоохранения Дусина Тамары Касымовны. 2 декабря я была на приеме и у прокурор области. По данному вопросу, потому что мы оборудование закупили именно, уже заказ сделали германского производства именно по лечебной физкультуре. И на данный момент вот стал именно этот вопрос. Сейчас ООО «Батерек» размещается в отдельно стоящем коттедже. Но его в скором времени придется покинуть. Здание не соответствует санитарным нормам для детей-инвалидов. Лечебная физкультура и массаж – это самое нужное занятие для детей. Родители очень рады. Можно сказать, что и ради этого они будут ходить в центр. Ради этого будут они не против на все эти оборудования. В поликлиниках же они по стационарному лечению, они 10 дней по 7 минут по диагнозу, по сколько-то минут получают. А у нас-то они круглогодично получают, помимо выходных. Напомним, что сертификат на 10 миллионов тенге олимпийскому чемпиону Данияру Елиусину вручил Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. Но боксер решил передать деньги на лечение больных детей. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Коммунальщики Уральска переведены на усиленный вариант несения службы. Причиной тому стали погодные явления. Вот уже несколько дней подряд в областном центре идет снег. Дороги приходится чистить по несколько раз в день. Многие горожане выражают свое недовольство из-за пробок на дорогах. Еще с начала зимы коммунальщики заявили, что они полностью готовят к погодным сюрпризам. Но жизненные реалии вносят коррективы, намеченные планы. Уже сейчас коммунальным службам приходится привлекать арендованные машины с других предприятий, чтобы справиться с огромной массой снега, который обрушился на наш город. Областной центр поделен на 20 участков, за каждым закреплены отдельные бригады. К снегоуборке подключили даже полицейских, которые следят, чтобы автовладельцы не оставляли машин на обочинах, мешая сотрудникам ТО ЖАИК Тазакала. Снег уже, вы знаете же, неделя уже идет. День, ночь. В связи с обильным снегопадом сейчас мы работаем, предприятие работает, две смены работы. В усиленном режиме. Вот на сегодня ночь, ну каждый день, день, ночь мы вывозим снег 1180-190 кубов. С ноября месяца уже 15 тысяч кубов вывезли. Сегодня, вот на сегодня сейчас работают 52 единицы спецтехник работы. Из них 34 бортов и 19 автопогрузчиков и 7 автогридеров. Коммунальщики отметили, что после окончания последнего снегопада им придется еще неделю очищать город от снега. Многие горожане выражают недовольство медленной работой. Коммунальные службы работают плохо. Снег на дорогах не убирается своевременно. Из-за этого машины как? Из-за этого машины, вон сколько, заторов идет, пробки. Особенно на Доповском мосте. На всех мостах пробки. Деньги выделяются, но что-то мы не видим результата. Стоит отметить, что сейчас снегоуборочные машины оборудовали GPS-навигацией. Это позволяет оптимизировать работу спецавтотранспорта и экономить ГСМ. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. В Тоскалинском районе проходит региональный фестиваль театрального искусства. 9 коллективов из 3 областей приехали показать свое мастерство. О том, какие области приняли участие и кто открыл фестиваль, расскажет наш корреспондент Рустам Машарипов. 9 народных театров, представляющие Казалардинскую, Атураускую и Западно-Казахстанскую области, приехали в первую очередь поздравить Тоскалинский народный театр с 10-летним юбилеем. В рамках этого юбилея и 25-летия независимости Республики Казахстан в Доме дружбы райцентра Тоскалинского района состоялось открытие первого регионального фестиваля. О важности проведения подобных мероприятий рассказал Аким Тоскалинского района Санжар Алиев. Этот фестиваль проводится в преддверии празднования 25-летней независимости. Но и нашему Тоскалинскому театру, народному театру сегодня исполняется 10 лет. 10 лет с момента образования, с момента получения статуса народного театра. Судить деятельность театралов был приглашен именитый режиссер Мурат Рахманов, заслуженный артист Республики Казахстан. Очень рад, что в нашей стране за 25 лет независимости было открыто множество театров. Это подтверждает сегодняшний фестиваль, где участвуют 9 коллективов, из которых представляют районные театры 3 областных. Радует, что много молодых ребят участвуют в жизни театра и надеюсь, что все коллективы покажут лучшие номера. На права хозяев открыл фестиваль Тоскалинский народный театр. Данному театру 10 лет со дня получения народного статуса. На суд зрителей коллектив Тоскалинского народного театра представил спектакль «Хан Кене». Нашему театру ровно 10 лет. Со дня получения народного статуса очень рады, что поздравить нас и поучаствовать в фестивале приехали 9 коллективов из 3 областей нашей страны. Сегодня мы покажем историю казахского ханства во время правления хана Кенесары. В свою очередь гости из Казаларды очень лестно отзывались об уровне проведения данного фестиваля, а также отметили успехи Тоскалинского народного театра. «Мы приехали из Казалардинской области, чтобы поздравить Тоскалинский народный театр с их юбилеем, а также чтобы принять участие в фестивале. Очень много коллективов принимает участие. Я уверен, что борьба будет очень интересной». Стоит добавить, что фестиваль продлится до 10 декабря, по завершению которого состоится гала-концерт, где и объявят имена победителей. Рустам Машарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК-42. В областной филармонии прошел концерт пианистки Саули Алгазиевой. Известная пианистка и вокалистка родилась в Уральске, где получила образование в музыкальном колледже имени Курмангазы. После этого она продолжила обучение в Российской академии музыки имени Гнесинах. Саули является лауреатом многочисленных республиканских и международных конкурсов. Сейчас она обучает музыке талантливую молодежь. Акцент был на произведения казахстанских композиторов, в частности, именно композиторов уральского. Таких, как Базарбаджу Маньязов, Назип Жиганов, который родился в Уральске, было представлено мое сочинение. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова